Сегодня у нас очень важная тема, это современная концепция wellness. Я рассказываю о новой линейке компании, экспертная линия БАД для профессионалов и эксперт лайн, то есть натуральные продукты для нашего здоровья. Я могу сказать, уверена, что это действительно кладезь нашего здоровья, потому что у них уникальный состав и воздействие. И мы начнем в первую очередь, это с эсет стил глутатиона. И это очень важная информация, я прямо с него начала, потому что я когда готовила материал, для меня было это невероятным большим открытием, какую роль играет глутатион в нашем организме. В первую очередь я, конечно, хочу сказать о том, что ацетил глутатион, вернее глутатион в отдельном виде, в чистом виде, он нашим организмом не усваивается. Вообще он у нас синтезируется в организме, то есть он выполняет роль сильнейшего антиоксиданта, и он у нас действительно есть в организме, потому что он непосредственно связан с функционалом всего нашего организма. И он со временем вырабатывается в достаточно меньшем количестве. И поэтому со временем он необходим нам как биологически активная добавка. Но если принимать глутатион в чистом виде, он не будет нам, организмом усваиваться. Поэтому его именно долгое время разрабатывали, изучали, создавали, чтобы он максимально усваивался организмом, его именно разработали с ацетилом. То есть, чтобы один продукт, дополняя другой, максимально эффективно усваивался нашим организмом. Это сильнейший антиоксидант. То есть, он способствует быстрому восстановлению организма, он легко усваивается, он настолько легкий для нашего организма в плане усвоения, что благодаря тому, что он легко усваивается, дает максимально быстрый эффект. Далее, глутатион – это важная молекула детокс-очищения организма. Он связывает токсины в организме и выводит тяжелые металлы из организма. Вот это его, наверное, самое главное преимущество. И здесь я хочу акцентировать внимание, потому что сейчас огромная тенденция рождаемости детей с аутизмом. Также дети с аутизмом могут не рождаться, а могут со временем проявиться после некоторых прививок. На самом деле, тут нужно обратить внимание на то, что в некоторых прививках содержится минимальное количество ртути, которые могут спровоцировать обострение у ребенка в виде аутизма. То есть, если у ребенка при рождении были какие-то предпосылки, связанные с нервными какими-то заболеваниями, нарушениями работы функций головного мозга, нервной системы, то при получении какой-либо прививки может содержать такие продукты, как ртуть, и они могут провоцировать обострение, и у ребенка может проявиться аутизм. Поэтому S-ацетилглутатион, он способствует связыванию вот этих плохих продуктов, так сказать, в организме и выведению этих тяжелых металлов из организма. Поэтому на самом деле сильнейший продукт, который необходим, мне кажется, абсолютно каждому человеку, и на это стоит обращать внимание. Тяжелые металлы очень пагубно сказываются на состоянии организма человека, и за этим тоже стоит обратить внимание. Далее это апоптос клетки, то есть самопрограммирование клетки, подавляет разрушение клетки. Он способствует предотвращению разрушения клетки в организме, потому что когда в организме накапливается огромное количество токсин, или происходит окисление, то глутатион, когда в нашем организме есть достаточное количество глутатиона, он способствует защите клеток от разрушения, то есть чтобы клетка сама не разрушалась. То есть, наверное, я простыми словами скажу, что это предотвращение старения, чтобы клетки как можно дольше оставались здоровыми. Далее он очень важен для синтеза желчи в организме. Он очень хорошо способствует регенерации клеток печени, а также способствует выработке желчи в поджелудочной железе. Это тоже очень важный такой, мне кажется, фактор на организм. Далее он, смотрите, обладает ЭПК-свойствами, Экозапентоеновой кислотой. То есть, попадая в организм, внедряется в структуру клеток, защищает их от злокачественного повреждения. То есть, он обладает такими свойствами, что очень хорошо и быстро способствует защите клеток, потому что когда клетка очень сильно подвержена разрушению какими-то болезнями, внешними факторами, экологией, радиацией, стрессами, она очень быстро подвергается разрушению. И глутатион обладает такими свойствами, что проникая быстро в клетку, потому что у него хорошая проходимость внедрения в клетку, он способствует восстановлению и предотвращению ее от разрушения. Также он способствует выведению травмированных белков, которые не могут восстановиться. Это тоже очень важно, то есть он выводит белки, которые нам не нужны в организме, как строительный материал, которые разрушены и он способствует их выведению, чтобы они не откладывались и не оставались в нашем организме. Поэтому он обладает такими свойствами. Далее на этом свойстве не заканчивается. Его мощнейшее свойство это антиоксидантная защита и детоксикатор. То есть он способствует связыванию токсинов, тяжелых металлов в организме, токсинов в организме и выведению их из организма. Также он обладает иммуностимулятором, в связи с тем, что он защищает очень хорошо клетки от разрушения, поэтому он способствует хорошей защите иммунных клеток. Далее плюс 35. Это возраст, когда он значительно начинает снижаться, выработка его в нашем организме, который нам очень нужен для того, чтобы предотвращать старение, то есть защищать клетки от окисления и разрушения. Обладает также противовоспалительными свойствами. У него есть антиэйдж свойства. А еще, наверное, вот это тоже мне очень понравилось. Я читала статью про это и хочу обратить внимание на то, что он снижает уровень мелатонина в организме и защищает от пигментации. Поэтому, коллеги, у нас это распространенное заболевание. Очень часто люди обращаются там с различными вопросами, связанными с пигментацией. Поэтому старайтесь назначать внутрь истоки частоты глутатион, а снаружи, конечно, это наши СПФки, защита лица от пигментации. Поэтому я, в принципе, даже не знаю больше, какой продукт еще есть, который снижает уровень мелатонина в организме для того, чтобы у нас не проявлялась пигментация. Поэтому, по-моему, теперь он у меня на регулярной основе. Также он очень хорош в профилактике болезни Альцгеймера и Паркинсона. Были проведены научные исследования. Наблюдали людей, которые длительное время применяли С-глутатион. И он очень благотворно воздействовал на людей с такими заболеваниями. И благодаря максимальной доступности он альтернатива капельнице Золушка. Я вчера прям специально открыла посмотреть, что такое капельница Золушка. Потому что многие говорят, но я уверена, что многие не знают, что такое капельница Золушка. А кто наоборот знает, тот поймет. Капельница Золушка это такая капельница, которая обладает антиоксидантными свойствами. И посмотрите, я специально забила на ОЛХ капельницу Золушки. И посмотрите, мне вышло, что одна капельница стоит 17 тысяч тенге еще по акции. Одна капельница. Это одна капельница, это не курс, это одна капельница. Она стоит 17 тысяч тенге по акции. Без акции, не знаю, наверное, 20 тысяч стоит. И ее самый главный состав это глутатион. Вот, получается, что вы за 16 тысяч приобретаете месячный курс, за который люди платят за один прием. Представьте, поэтому как альтернативу, вот посмотрите, также в записи посмотрите, что на самом деле глутатион это мощнейший антиоксидант, который нужно предлагать абсолютно каждому человеку. Вот, я прям посмотрела, посидела вчера, поискала в интернете, что такое капельница, сколько она стоит, как она работает. И если вы заметите, то действующая субстанция комплекса процедуры это глутатион, альфа-липоевая кислота и витамин С. Вот, поэтому очень важно на это обратить внимание и понять, что вот глутатион в жидком виде прием один раз стоит 17 тысяч тенге. У нас же курс это получается 16 тысяч 30 дней. Поэтому предлагайте, пожалуйста, всем этот продукт и принимайте сами с большим удовольствием, потому что это действительно очень важный компонент. Вот, так, девочки, выключите, пожалуйста, микрофоны. Выключи. Так, следующий у нас продукт, это кунзим Q10, тоже очень интересный продукт, я его сразу полюбила, так сказать. Это один из жизненно важных компонентов для нашего организма. У нас есть в организме жизненно важные органы, такие как сердце, печень, почки, которые в процессе жизнедеятельности дают первые, они, это первые органы, которые защищают нас от различных заболеваний, от различных проблем, да. То есть, если клетка чувствует, что в организме наступает какая-то проблема, нападает какая-то вредная токсина, то в первую очередь, то эти жизненно важные органы способствуют защите нашего организма. И именно кунзим Q10, это такой кофермент, важный активатор многих биохимических процессов в организме. То есть, это продукт, который жизненно необходим для выработки энергии в этих жизненно важных органах для защиты организма от разрушения. Надеюсь, вы поняли, что я это сказала. Поэтому, как я уже сказала, больше всего он находится в почках, сердце, печени, мышцах, то есть, жизненно важных органах, и поэтому он нам крайне необходим. Также он необходим нам для выработки энергии жиров и углеводов, то есть, то, что он находится в этих органах. В органах жирорастворимый компонент, антиоксидант защищает липидный барьер от разрушения. То есть, наши сосуды обладают таким липидным барьером, защищающий сосуды от разрушения. Но со временем, когда липидный барьер такой становится очень слабым, и в кровь проникают различные токсины, вот как раз-таки кунзим Q10, он защищает этот липидный барьер наших сосудов от разрушения. Представляете, какая его функция в организме, насколько он важен, насколько он эффективно работает для нашего организма. И да, и ещё самый важный момент, это то, что наше дыхание клеток невозможно без кунзим Q10. Поэтому, если вы хотите с возрастом только обладать здоровым дыханием, не иметь никакой одышки, чтобы у вас сердце работало как здоровый мотор, то кунзим Q10 рекомендовано принимать даже на регулярной основе. Также он благотворно воздействует на кардиозащиту от нашего сердца, снижает ишемию сердца, защищает сосуды сердца, контролирует расширение сосудов. В общем, всё, что связано с защитой сердца от разрушения сосудов, от холестерина, от ишемии сердца, от аритмии сердца, и обладает антиэйдж-свойствами. Вот, у него такое очень большое назначение, направление, поэтому это очень важный продукт для нашего организма. Да, вот, кстати, тоже я читала статью, были проведены научные исследования, и было выявлено, что у людей, страдающих мигренью, при длительном применении кунзим Q10, было значительно снижено проявление мигрени, то есть головных болей таких. Поэтому этот продукт очень важен также и для головного мозга. Ещё, смотрите, тоже интересная такая статья была, прям научная, о том, что при совместном применении кунзим Q10 и селен, 200 мг кунзим Q10, 100 г селена, не грамм, да, международных единиц, так сказать, при использовании проведены были научные исследования на протяжении 12 лет, и уже через 4 года было выявлено, что существенно снизилась сердечно-сосудистая смертность. Представьте, смертность, это не просто заболевание, а снизилась смертность. 4 года были научные исследования, которые также наблюдали людей, которые применяли на регулярной основе кунзим Q10 с болезнями сердца, и у них значительно снизилось заболевание, о чём говорит, что снизилась смертность. Это просто вообще классные факты, и поэтому кунзим Q10, по-моему, теперь второй продукт для того, чтобы принимать его на регулярной основе. Дальше кунзим Q10 и альфа-липоевая кислота – это нормализация веса, обмена веществ. Поэтому кунзим Q10 также рекомендуйте, кто хочет снизить вес с альфа-липоевой кислотой. Но не забываем альфа-липоевую кислоту, пьём 2-3 месяца, далее обязательно додяём поддержку организму, принимаем органическое железо, потому что у альфа-липоевой кислоты есть свойство выводить железо из организма. Поэтому за этим обязательно отслеживаем. Также его хорошо использовать при онкологии, кардиозащита, гепатопротектор. То есть, как я уже сказала, вырабатывает энергию в клетках печени, поэтому очень важен для того, чтобы его было в достаточном количестве. Дальше. При длительном применении снижает уровень заболевания гипертонии, повышает чувствительность к инсулину и способствует снижению уровня сахара в крови. Биодоступная форма способствует снижению уровня сахара в крови. То есть, у него за счёт того, что он благотворно воздействует на выработку энергии в печени и поджелудочной железы, за счёт этого нормализуется обмен веществ именно в работе поджелудочной железы. Поэтому это тоже очень важный компонент. И биодоступная форма, то есть, это биодоступная форма, максимально органическая форма, которая усваивается нашим организмом. Поэтому я надеюсь, вы уже себе записали и пометили, что завтра всем срочно нужно купить коэнзим Q10 и посоветовать абсолютно каждому на расстоянии вытянутой руки, чтобы они обязательно приобрели и использовали этот продукт, потому что это действительно просто кладезь для нашего организма. Дальше. Следующий у нас продукт – это у нас новомин. Вот, немножко я вам про него сейчас расскажу. Собственно, что вот у нас был вопрос, да. Очень интересную информацию нашла по этому поводу. У нас был такой вопрос. Чем отличается наш классический новомин, которому больше 30 лет, и новый новомин, который натуральный? И что я нашла? На самом деле, вот прям записала, на самом деле новомин классический, который у нас есть стоимость 5400, да, если в деньге 120 капсул, он был разработан, он был, значит, разработан еще 33 года назад. Это над ним трудилось огромное количество профессоров России, Украины и Белоруссии. И на самом деле он был разработан, и его хотели продавать на полках аптек, как онкопротектор. И Суколинский, один из разработчиков этого продукта, на самом деле запатентовал этот продукт, и в Белоруссии он продается, если не ошибаюсь, с 1984 года. Этот продукт, если вы наберете в интернете, резистон, он Минск, этот продукт есть, и он именно идет как фармпрепарат, онкопротектор. К сожалению, доктор Суколинский долгое время пытался его запатентовать и сделать как фармпрепарат в бывших странах СНГ, чтобы он тоже был таким продуктом. Но, к сожалению, длительное время у него это не получалось. И на одной из конференций он встретился с Юрием Петровичем Гичевым, где была заключена договоренность о выкупе патента на этот продукт, как компания Siberian Wellness. И он был запатентован как биологически активная добавка. Были проведены научные и клинические исследования, и на основании этого было выявлено доза применения данного продукта при онкологии. Поэтому, если вы теперь будете знать, что на самом деле есть его лекция, если кому-то надо, у меня есть, я очень часто ее скидываю, где доктор Суколинский подробно рассказывает применение новамина при онкологии, его дозировки, назначения, применения и использования. Поэтому классический новамин – это то, что прошло клинические испытания, то есть научными сотрудниками было какое-то количество людей, я не знаю сколько, этой информации у меня нету, какое-то количество людей длительное время наблюдалися, и были просмотрены все показатели. То есть в чем была суть заключена? В том, что в первую очередь была какая-то степень онкологии, но как он в лекции говорит, там очень хорошая подробная информация есть, подробно о том, какая была степень онкологии, и сама дозировка витамина А, Е и С не имеет аналогов во всем мире, потому что длительное время они именно подбирали правильное соотношение для того, чтобы это благотворно воздействовало на восстановление организма при онкологии. И поэтому классический новамин, он синтетический, достаточно хорошего, высокого качества, но он синтетический, и он был клинически испытан для борьбы с онкологией. Поэтому если у людей, которые к вам обращаются, или там вы, есть какие-то проблемы, связанные с новообразованиями, вы пьете классический новамин, то есть там дозировку, которую рекомендована профессором Сукалинским. Натуральный витамин, который есть сейчас, к сожалению или к радости пока, он не прошел никаких клинических испытаний, это высококачественный натуральный витамин С, но он не рекомендован при онкологии, так как не прошел испытания в виде того, что наблюдались люди, с которыми они получили бы результаты. Потому что на самом деле классический новамин в одной капсуле имеет 200 международных единиц витамина С, в натуральном же содержится только 45. Но я сейчас вам расскажу, в чем отличие самого витамина С. Поэтому данная информация для того, чтобы в будущем вы понимали, какой новамин кому рекомендовать. Поэтому новамин не является фармпрепаратом, когда принимается как одна капсула, то есть это биологически активная добавка. Если же применяется новамин уже в размере от 6 до 10 капсул, то эта дозировка считается как фармпрепарат, то есть как формологически обладающими свойствами продукт для решения проблем по здоровью, связанных с онкологией. Так же, как и в профилактических целях, пьем 2-3 капсулы в день. Поэтому классический новамин – это синтетический продукт, который благотворно воздействует и работает на организм. Я прям смотрела лекцию этого Сукалинского, и он там подробно рассказывал. Сама важность в этого новамина о том, что он подобрен в таких дозировках, которые не имеют аналогов, не разработан больше нигде, и не имеют ничего схожего до сих пор. Именно дозировка витамина А, С и Е, которая позволяет бороться с онкологией. И таким образом этот продукт очень востребован и имеет хорошие результаты уже на протяжении многих лет. Теперь про натуральный витамин новамин. Так сказать. На самом деле отличие синтетического витамина С от натурального состоит в том, что натуральный синтетический витамин С – это аскорбиновая кислота. Натуральный же витамин С усилен несколькими, 5-6 природными веществами, которые усиливают антиоксидантное действие. Поэтому отличие натуральных от синтетических продуктов тем, что на самом деле они аналогичны, но просто натуральные витамины, они всегда усилены какими-то дополнительными компонентами. Далее там состоит витамин Е. И представьте, если на классическом витамине, в классическом новомине у нас витамин Е – это у нас только, получается, быстро хотела сказать, токоферолы, то витамин Е в натуральном виде содержит, усилен восьми компонентами, который наиболее эффективно воздействует на слизистую желудка и улучшает обмен веществ. Поэтому натуральный витамин С имеет такое свойство, обладающее решением проблем по здоровью, различных заболеваний, так же как в профилактических целях. Если закончится время, как у нас, вы, пожалуйста, перезайдите. Буду благодарна вам. И получается, натуральный новомин, он содержит витамин С, который усилен натуральными компонентами, витамин Е – токоферолы, которые очень благотворно воздействуют и на сосудистую систему, и на слизистую желудка. И есть у нас ещё, кстати, вот тоже различие новомин Н, который у нас сейчас какое-то время уже нет в наличии. В чём его преимущество, наверное? То, что там идёт витамин С, аскорбиновая кислота, но там витамин Е идёт в натуральной форме. И он усилен этим, соответственно, он более щадящий при приёме у людей с онкозаболеваниями, потому что иногда при применении химиотерапии у людей очень часто болит желудок, кишечник, и из-за этого витамин Н в преимуществе над тем, что у него натуральный витамин Е, который более щадящий, снимает воспалительные процессы именно в слизистой желудке. Натуральный же витамин, натуральный новомин Е при приёме, при каких-то простудных заболеваниях, каких-то решений проблем по здоровью, не связанных с онкологией, можно принимать от одной до четырёх капсул. Этого достаточно, потому что он достаточно концентрированный, такой высокосодержащий различные дополнительные компоненты, поэтому его достаточно 2-4 капсулы. При таких прям серьёзных каких-то проблемах по здоровью, там простуда, урви, грипп или ещё что-то. Вот, поэтому очень хороший противовоспалительный комплекс, а также его очень выгодно, смотрите, приобретать, если пить в профилактических целях витамин С, то тут достаточно только одной капсулы витамина С, то есть 60 капсул вам хватит на 2 месяца. Если просто пить как в профилактических целях, если же вы пьёте новомин классический, то там нужно 2 капсулы, 2 капсулы в день, как дозировка, да, такая для поддержания иммунной системы. Вот, надеюсь, я вам рассказала, и вы поняли, да, различия классического витамина и натурального витамина новомина. Поэтому, на самом деле, очень интересная тема, и если кому-то интересно, надо будет в чате команда напишите, я вам скину видео про новомин профессора Сукалинского. Вот, поэтому для себя тоже много открытого, много нового открыла и узнала. Так, лактоферин, тоже уникальный продукт, поэтому я говорю, такая линейка продуктов, которые, по-моему, можно принимать на регулярной основе, и которая действительно остановит старение. В общем, смотрите, я его объясняю просто по-русски, да, наверное, мы все женщины, у нас практически у всех, наверное, есть мамы, ой, дети, мы тут мамы собрались, может, у кого-то нету, но у кого-то есть из родных. Лактоферин – это белок молока при блекопитающих, линия защиты новорождённого. То есть, когда ребёнок рождается, он выходит из матери, и вот такой он поглощает первый воздух, первые там вздохи, которые у него происходят, и у него нету каких-то защитных иммунных клеток. И поэтому в первую очередь всегда ребёнка прикладывают к груди матери, чтобы он начал сосать молоко. Потому что этот белок, попадая сразу в организм ребёнка, то есть, когда он начинает грудь как-то подсасывать, что-то употреблять, то есть, вот этот белок, который содержится в молозе матери, не даёт размножаться в патогенной флоре в организме. То есть, он создаёт благотворную микрофлору в кишечнике, за счёт чего у ребёнка начинают вырабатываться иммунные функции, иммунные клетки, да, так и лактоферин. Он обладает вот этими компонентами, которые способствуют выработке защитных иммунных клеток для поддержания всего организма. Поэтому это очень такой, ну, надеюсь, я поняли, да, потому что, особенно кто мамы, тот поймёт, как защитить ребёнку иммунитет. Вот, поэтому вот он как раз-таки взят, этот белок взят с молоком лекопитающих, которые живут на свободном поселении в экологически чистых регионах, и поэтому этот продукт обладает мощнейшим антиоксидантными защитами, выработкой именно здоровой микрофлоры кишечника. Вот, потому что 80% иммунных клеток, как я всегда говорю, расположен в кишечнике, и иммунитет максимально необходим, необходимо поддерживать здоровыми бактериями. Поэтому лактоферин как раз-таки обладает вот этими свойствами для поддержания здоровой микрофлоры кишечника, чтобы у нас как можно больше вырабатывалось иммунных клеток. Также он обладает противомикробными, противогрибковыми свойствами. Ну, понятно, да, если этот белок обладает защитной, даёт защиту на маленькому ребёнку, да, который только родился, для того, чтобы он смог выжить в этой среде, да, выпрыгивая с утробы матери, он попадает в такую атмосферу, где ему нужны необходимые защитные функции. Поэтому как раз-таки этот белок отвечает за это. И этот белок содержится в лактоферине. Поэтому он, как и говорится, обладает такими свойствами. Также он обладает противовирусными свойствами, не даёт вирусу попасть в клетку для размножения. Вот, особенно кто часто болеет герпесом, ОРВИ, какими-то простудными заболеваниями. Также у кого аденоиды, вот эти связанные заболевания, потому что это именно инфекционные заболевания, которые раздражают слизистую. Поэтому лактоферин, он обладает как раз-таки противовирусными свойствами. И он регулирует воспалительные процессы в организме. Вот, вот такой классный продукт. Девчонки, короче, сейчас тут ещё у меня есть, да, немножко. Вот такой классный продукт, который защищает наши клетки организма. Он легко всасывается в кровь, легко оказывает противовирусное противовоспалительное действие, потому что у него такие прям, это белок, который максимально быстро работает на защиту клеток. Обладает антиоксидантными свойствами. Он связывает железо, которое оказывает каскад окислительных реакций в организме и не даёт возможности разрушению клетки. Это, наверное, тоже вот данная функция. Я даже, я ещё, ну вот, какой-то продукт один есть, который связывает железо в организме. И сейчас, если вспомню, скажу. Который связывает именно железо в организме, который защищает клетки от окислительных процессов, от разрушения. Поэтому это очень важное свойство для продукта, который попадает к нам в организм. Потому что железо влияет на то, чтобы происходил окислительный процесс и разрушалась клетка. Очень хорошо рекомендовать у кого прошли какие-то хирургические вмешательства, операции различные. Очень хорошо способствует именно защитных иммунных клеток организму и выработке микрофлоры кишечника. И очень хорошо при проблемах ЖКТ и недостатке массы тела. Потому что он хорошо улучшает обмен веществ. А белок благотворно воздействует на восстановление структуры организма. И поэтому у кого недостаток массы тела, он хорошо помогает. Поэтому и запишите ещё один продукт в свою линейку витаминов. Ну и наш мультихилат магния. Тоже интересный такой продукт. Я тоже про него специально читала, узнавала. Чем он отличается от других магниев. И на самом деле очень интересный состав. Как вы знаете, если не знаете, то знайте, что он принимает участие в синтезе и переносе энергии. Это, наверное, один из самых главных факторов магния. Для того, чтобы у нас энергия правильно распространялась в организме, необходима поддержка магния. То есть достаточное количество магния в организме помогает нашей энергии правильно функционировать и проявляться в организме. Поэтому обязательно обращайте внимание на приём магния. Также участвует в обмене веществ. Снимает спазму с кишечника, где опять же образуется 80% иммунных клеток, для того, чтобы ваш кишечник не спазмировался, не было каких-то запоров, застоев, проблем, связанных с кишечником. Обязательно принимайте магний, потому что он прослабляет кишечник, за счёт чего нормализуется стул и обмен веществ. Повышает иммунную активность клеток, участвует в передаче нервных импульсов, успокаивает нервную систему. Важно для работы сердца. Снимает спазмы с мышц сердца. Также очень хорошо при судорогах. Кстати, очень хорошо влияет на уровень холестерина в крови. И теперь его главная составляющая. У него три вида магния. Вообще существуют синтетические и натуральные виды магния. Синтетические я вам сейчас не назову, я их даже не записывала. Я сразу обратила внимание на натуральный состав. То есть это идёт у нас цитрат магния. Если у нас есть магний за 3,800, это цитрат магния. Цитрат магния, важное преимущество его на безглицинатам и тауринатам в том, что цитрат магния – это длительное воздействие на организм. То есть попадая в организм, он даёт максимально длительный эффект. В этом преимущество органического магния, который у нас есть более дешёвый, ниже цены. И там именно содержится цитрат магния, который так воздействует на организм. Он очень быстро всасывается и легко усваивается, даёт долгую поддержку организма. Но запомните, тот магний органический обязательно важно принимать только во время приёма пищи, да, или сразу как вы покушали. Это очень важно помнить, потому что его высококонцентрированный состав может раздражать слизистую. Следующий компонент – это безглицинат. Хилатный магний и глицин легко усваиваются организмом при проблеме с ЖКТ. Безглицинат – хилатный магний. Что это такое? Это магний в такой форме, который даёт максимально быстрый эффект. Почему вот тут и говорится, что это продукт, который даёт видимый результат уже после первых минут применения. В общем, разобрались, да? Цитрат магния у нас быстро очень всасывается, даёт долгую поддержку организма. Безглицинат он даёт молниеносный нам результат, легко усваивается организмом. И он рекомендован в такой хилатной форме именно людям, у кого есть проблемы с ЖКТ, язва желудка, гастрит желудка. Да, он легко переносится, усваивается, потому что этот компонент в такой форме лёгкой, и поэтому его можно применять даже без приёма пищи. То есть, вы почувствовали усталость, тяжесть, вам нужно быстро восстановить силы, энергию, снять стресс, то вот этот как раз-таки мультихилатный магний, он вам даёт такую возможность. И тауренат, антиоксидант, тауренат – это компонент, который содержится в мультихилатном магнии, который даёт поддержку сердечно-сосудистой системы. То есть, это аминокислота. И получается, данный магний в этих трёх формах, он максимально, вот смотрите, как работает. То есть, он даёт молниеносный результат, то есть, уже приближайшие 5-7 минут, потому что сама капсула идёт в таблетированное, то есть, без целлюлозы. Соответственно, очень быстро растворяется, так как она в хилатной форме, и даёт результаты уже прям в 5-7 минут применения. Ну, не в одну минуту, чуть-чуть подольше. Далее добавляется цитрат магния, который продлевает этот эффект, то есть, он более длительного эффекта, и тауренат снимает нагрузку сердечно-сосудистой системы. То есть, аминокислота, которая максимально эффективно воздействует на правильную работу сердца в стрессовых ситуациях, и просто для поддержания правильного тонуса организма, для того, чтобы у нас хорошо переносилась энергия, хорошо работали функции нашего сердца, да. Поэтому именно мультихилатный магний работает по трём направлениям, и максимально эффективно воздействует на наш организм. Вот. Надеюсь, я объяснила, да, что как работает. Так что, если кому прям нужен хороший магний, в принципе, тут 60 таблеток, рекомендовано принимать 2 капсулы, ну, 2 таблетки в день, но если просто в профилактических целях, достаточно одной капсулы, можно вечером перед сном. Если же там, например, там период менопаузы, какие-то тяжёлые стрессы, сейчас паводки, многие люди остались там с многими проблемами, такими переживаниями, да, то, конечно, тут можно пить 2 и 3 капсулы в день, независимо от приёма пищи. И, наверное, мне самое большее это нравится, то, что тут не надо ждать, когда ты покушаешь. Вот. Поэтому тут вы можете принимать уже его в зависимости от того, как вам необходимо. Вот. Так что, так что, такой вот у нас натуральный мультихилат магний, очень довольна его формой. Вот. Так что это адресная поддержка, и выберите себе актуальные для вас проблемы от Сибириан Беллнесс, да, то есть защита от возрастных изменений, отдельных органов, очищение, нормализация клеточных функций, повышение работоспособности, защита иммунитета, то, что вам необходимо. Ну, я думаю, из сегодняшнего рассказа нам необходимо абсолютно всё. вот, вот.